Великая Отечественная война до сих пор болью отдается в сердцах тех, кто столкнулся с ужасами самой кровопролитной войны за всю историю человечества. Одной из самых трагических страниц той поры стала блокада города-героя Ленинграда. Тысячи и тысячи покалеченных судеб, в том числе детских, об одной из таких непростых жизненных историй в материале Мурата Джангёзова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вошла похоронка. Жизнь детей в одночасье превратилась в настоящий кошмар. Бомбёжки бесконечные. Они узелки брали и спускались в подвал с узелками с сестрой. А Валентин, дом такой был, у них деревянный барак двухэтажный. Сожигалки оттуда снимать, тушить. Этим занимался Валентин. Страшные дни блокады зимой 41-го года переживали вместе с мамой трое детей – Валентин, Катя и Женя. Они с нетерпением ждали возвращения мамы домой, которая приносила кусочек хлеба. Порежет на тонкие ломтики, конечно же, обделив себя и угощала сильно исхудавших детей. Мать таяла на глазах, и однажды утром дети так и не смогли её разбудить. Осиротевших поместили в детский дом. В 42-м были эвакуированы на Кавказ. Убегая от наступавших фашистов, жарким летним днём дети-сироты попали в аул Беслиней. Потом приехали на Кавказ, попали в Беслинею, и сразу сестру там забрали в семью. А мама, ну, можно сказать, что побоялась. Слово «черкес» было с детства как-то непонятно, что за народ, язык, и всё. А сестра сразу прямо влюбилась в одну женщину и мужчину. Они взяли её в семье, и как дочь она у них выросла. Девочки общались, как подросли, общались. Ослабленную и изнурительным путешествием Катю забрали к себе беслинеевцы Абдурахман и Щаща Охтовы, назвав девочку Фатимой. Женю и Валентина в станице исправной приютила семья Шишкиных. Она от них отзывалась очень хорошо, потому что они ничем не ущемляли, как родную воспитывали. Отношение было очень хорошее. Ещё тётя работала, в ночь уходила. Она говорит, тётя мне рассказывала, говорит, я приду домой, стучусь, а Женя, говорит, соберёт узелки и стоит под дверью сонные, думает, бомбёжка. Вот даже этот стук, она думала, что бомбёжка, говорит, и не может проснуться. Судьба блокадницы была непростой. Всю жизнь она добросовестно проработала в колхозе звеньевой растениевоческой бригады. Евгения Ивановна имеет множество грамот, наград и медалей. Вышла замуж, новая справненская, как выросла. Трое детей. Сестра в бесслинеет, вышла замуж, шестеро детей. Вот так жизнь не стоит. Идёт, шагает, всё. Они вот, Катя на заводе работала, мама в поле, в полеводстве. Евгения Ивановна не любит вспоминать о войне, о страшных днях блокады. Она говорит, что пусть это никогда не повторится, не коснется никого. Жизнь многому научила Евгению Ивановну. Нельзя отчаиваться. Необходимо стойко выдерживать все испытания, которые преподносит нам судьба. И её жизненный путь – яркий тому пример. Мурат Шанкёзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкисия.